Все-таки дверь не хочу открыть, я извиняюсь. Все-таки дверь не хочу открыть, я извиняюсь. Я извиняюсь. Успешно. Утвержденный состав диссертационного совета ПДС 0200-001 15 человек. Присутствует в очном или заочном виде 13 человек, в том числе 5 год-коров по профилю рассмотренной диссертации. Таким образом, кворум есть. Разрешите открыть собрание. На повестке дня защиты диссертации. Уважаемые коллеги, я прошу прощения, это Дробышева Лилияна Валерьевна. Я понимаю, что кворум у вас есть, но нужно назвать, кто у вас присутствует очно и кто присутствует онлайн. Будьте добры, спасибо. Вот мне список передала Анастасия Вячеславовна. Севастьянов Леонид Антонович заочно онлайн присутствует. Самойлов Константин Евгеньевич очно присутствует. Кулянов Дмитрий Сергеевич очно присутствует. Демидова Анастасия Вячеславовна очно присутствует. Боголюбов Александр Николаевич заочно присутствует. Гайдамак Юлия Васильевна заочно присутствует. Дружинина Вальдов Валентиновна заочно присутствует. Ланеев Евгений Борисович заочно присутствует. Малых Михаил Дмитриевич заочно присутствует. Орлов Юрий Николаевич заочно присутствует. Рыбаков Юрий Петрович заочно присутствует. Степанов Сергей Николаевич заочно присутствует. Щекин Евгений Юрьевич заочно присутствует. Итого 13 человек, очно присутствуют, трое, заочно 10. Один из докторов по профилю очно присутствует, 4 доктора по профилю заочно. Разрешите открыть собрание. На повестке дня защита диссертации Мельникова Сергея Юрьевича на тему «Методы идентификации конечных автоматов по статистическим характеристикам входных и выходных последовательностей». Диссертация представлена на соискании ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 05.13.17 «Теоретические основы информатики». Научный консультант, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной информатики теории вероятностей, факультета физико-математических и естественных наук РУДМ Самойлов Констейнов-Диневич. Нет ли возражений по повестке дня? Возражения нет. Приступаем к рассмотрению диссертации. Работа выполнена на кафедре прикладной информатики и теории вероятности РУДМ. Официальные оппоненты. Доктор технических наук Круг Евгений Аврамович. Доктор технических наук Тимонина Евгения Евгеньевна. Доктор физико-математических наук Удовкина Марина Александровна. Доктор физико-математических наук Орлов Юрий Николаевич. Слово для оглашения документов, имеющихся в деле соискателя, предоставляется ученому-секретарю Совета Анастасии Вячеславу Нигемидову. Будьте любезны. Сискатель Мельников Сергей Юрьевич, 1963 года рождения гражданин России. В 1985 году окончился отличный высший школу КПСССР имени Дзержинского по специальности преподная математика. В 1995 году в диссертном Совете Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации защитил диссертацию на исискание учебной степени кандидатов физико-математических наук. В период подготовки к диссертации являлся докторантом в факультете физико-математических и естественных наук по кафедру преподной информатики теории вероятности по специальности 05-012-017 с теоретической основой информатики. В настоящее время работает заместитель генерального директора ООО «Лингвистические и информационные технологии». Диссертация выполнена на кафедре преподной математики и информатики теории вероятности факультета физико-математических и естественных наук Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Российского университета РУ по народу, научный консультант, доктор технических наук профессор Самовов Константин Евгений, заведующий кафедрой преподной информатики и теории вероятности факультета физико-математических и естественных наук РУДЭЭ. Материалы и личного дела и документы предварительных экспертиз соответствуют требованиям о положении присутствия улучшенных степеней Российского университета группы народов. Все документы в теле есть. Будут ли вопросы в связи с соглашением документов? Нет. Вопросов нет. Слово для доклада предоставляет соискатель. Пожалуйста, вам не более 45 минут, пожалуйста. Спасибо. Стараюсь уложиться в это время. Уважаемый председатель, уважаемые члены диссертационного совета. Я представляю результаты своей диссертации «Методы распознавания и идентификации конечных автоматов» по стратегическим характеристикам их выходных и входных последовательностей. В работе исследуется проблема распознавания и идентификации конечных автоматов, на вход которых поступают случайные или псевдо-случайные данные по наблюдениям над выходной и, возможно, выходной последовательностями. Такая проблематика относится к классической задаче математической кибернетики о черном ящике. Возможно, две взаимоисключающие ситуации. Вероятностная мера на пространстве входных последовательностей задана или не задана. Если мера задана, то есть входная последовательность автомата является реализацией некого случайного процесса, то мы попадаем в область теории вероятностных автоматов. Если мера не задана и входная последовательность является просто какой-то дискретной последовательностью, то мы попадаем в зону ответственности теории экспериментов с автоматами. Под распознаванием автоматов я понимаю указания такого автомата или группы автоматов из заданного класса, которые соответствуют наблюдаемым свойствам выходной последовательности. Под идентификацией автомата я понимаю проверки гипотезы о том, что его последовательность, свойства которых наблюдаются, были получены с помощью эталонного автомата. Конечно, для этих задач существует метод грубой силы, так называемый Брюс-Форс. Мы можем установить наш эталонный автомат в последовательное каждое возможное состояние, подать на его вход наблюдаемую последовательность, сгенерировать выход и посмотреть, получается ли наблюдаемая выходная последовательность. Если выход не совпадает, то мы установим автомат в следующее начальное состояние и так далее. Если же выход совпадет, то, возможно, это наш вариант, и тогда мы будем применять какие-то более тонкие методы исследования. Принципиальная сложность такого подхода на основе грубой силы – это то, что в реальных приложениях число состояния автомата очень велико и невозможно для перебора на современных и перспективных средствах вечеринной техники. Это звонок, не беспокойтесь, коллеги. Исследуемая проблема возникает в ряде практических областей. В области технической диагностики необходимо проверять корректность функционирования того или иного исследовательского устройства, например, микросхемы. Это задача идентификации. Помимо этого, возможно, задача указать конкретный тип неисправности. Это задача распознавания. В криптоаналитических приложениях существует такая обстановка. Имеется какое-то устройство, реализующее известный шифр, но с неизвестным ключом. Мы наблюдаем вход и выход этого устройства. И стоит задача проверить, что устройство реализует именно этот шифр, а не что-то другое. Это задача идентификации. В области генераторов псевдослучайных последовательностей. Если мы по данной сгенерированной последовательности сможем идентифицировать сам генератор или какой-то его отдельный узел, это очень плохо, и это свидетельствует о плохом качестве генератора. Следующее. При анализе оборудованной связи или информационных систем важно определить, соответствуют ли эти устройства и системы своему описанию. Или злоумышленник смог их модифицировать и внедрить в них скрытый канал. Это тоже задача идентификации. Исторически сложилось два направления научных исследований в этой области. Они несколько различаются по исходным данным для анализа. В случае, когда вероятностной меры нет, нам известно только частот событий в наблюдаемых последовательностях. В случае, когда вероятностную меру мы можем использовать, помимо частот событий, считается известна и сама эта мера. Ну, либо точно, либо с точностью такого параметра. В целом, по этой проблематике хорошо зарекомендовали себя вероятностные методы дискретной математики. На слайде перечислены выдающиеся ученые, которые внесли заметный вклад в рассматриваемую область науки. На слайде перечислены цель и задачи исследования. Задача сгруппирована в три группы, которые помечены синим прямоугольником и римскими цифрами. Первая группа задач – это разработка методов распознавания при наличии вероятностной меры на входных последовательностях. Вторая группа – разработка методов идентификации в случае, если мера не задается. И третья группа – исследование точности методов распознавания языка дискретных последовательностей. Объектом исследования, естественно, является конечные автоматы. А вот про методы исследования я остановлюсь чуть подробнее. Конечно, базовые методы – это методы, вероятностные методы дискретной математики, комбинаторного анализа и рядом находящиеся с ними. Но в ходе диссеркционных исследований мне пришлось привлечь и другие неожиданные для использования методов. Так, например, для анализа Беграмм привлекались элементы теории спектров, графов. При анализе бесконечных пациентов, которые автоматами обрабатываются, привлекались отдельные методы функционального анализа. Для некоторых автоматов пришлось привлекать методы коммунативной алгебры, в частности, теорию полугрупп. В ходе работы было приведено большое количество компьютерных экспериментов. Отдав задач обработки естественного языка, привлекался аппарат теория информации. Научная новизна. Я не буду прямо зачитывать пункты, потому что их можете прочитать. Я прокомментирую их в историческом аспекте. Задача тестирования и диагностирования дискретных устройств Возникала, в частности, при разработке так называемых вероятностных методов компактного тестирования, это устойчивая аббревиатура. Она возникала в трудах Донецкой математической школы в период с начала 90-х по примерно 2010 год. Они издали несколько монографий. И, собственно, они же и предложили ввести отношение статистической километности между автоматами, близком к которому я буду пользоваться. Я пользуюсь. Второе. Про анализ автомата по биграммам. Способы восстановления автомата по набору вероятности биграмм рассматривались Севастьяновым Борисом Александровичем и группой его учеников, среди которых я бы выделил Амбросимову Александру Сергеевича. Восстановление по биграммам они сделали для весьма специального класса автоматов. Это было очень красиво. И крайне мощный метод они предложили. И, собственно, я этот метод развиваю. Третье. Граф Дебрейна известен более 100 лет. Первая работа опубликована примерно в 1890-х годах. Публикаций по этому графу и близко к нему чрезвычайно много. Можно отметить, что касается их спектра, эти графы. Можно отметить работы наших артистов, ученых советских, из Киевского института математики в середине 90-х годов, которые впервые в мире посчитали спектр неориентированного графа Дебрейна. Я немножко попозже на этом остановлюсь подробно, когда до спектра договора. Четвертый пункт. Многогранники. Многогранники возникли в моих трудах, но не на пустом месте. Идея выпуклости при описании совместных частот событий на входной и выходной проживании автомата я подчеркнул в трудах школы профессора Кудрявцева из МГУ, в трудах его аспирантов. Они в 90-х годах занимались задачами приближения действительной функции, вещественного переменного с помощью статистик событий в автоматах. Такая вот любопытная тема. И в качестве промежуточных результатов я увидел у них работу по выпуклости. Дальше они выпуклость развивать не стали, а я вот эту идею подхватил, и получилось то, что я сегодня буду представлять. Следующий пункт. По построению алгоритма построения выпуклой оболочки. Надо отметить, что методы построения выпуклой оболочки и связанные с этим задачей, относятся к области вычислительной геометрии. И в настоящее время эти методы активно развиваются. Они развиваются как в алгоритмическом плане, то есть в ассентотическом увеличивании их быстродействия, так и в плане реализации на различных вычислительных платформах. Это связано, ну, очевидно, это связано с развитием индустрии 3D-моделирования, компьютерных симуляций и разных компьютерных игрушек, при которых приходится крутить трехмерный объект. Шестой пункт. По классификации буревых функций. Надо отметить, что задачи классификации буревых казначных функций исторически занимались, совершенно велико-ученые, можно отметить, конечно, просто и многих других. Но и в настоящее время эта тематика развивается, продолжается и вследует отмянуть фамилия Тюремовского Александра Васильевича, Никонова Владимировича, Новского, Логачева. На засчеты выносится следующее положение. Первый анализ структуры отношения астетической экологентности между функциями выходов позволяет строить метод распознавания этих функций. Второй анализ спектральных свойств графа автомата позволяет разрабатывать методы распознавания функций выхода по значению разности в биграммах одной последовательности. Способы получения спектральных характеристик графов Дубровинского типа позволяют вычислять значения их ряда их теоретико-графовых константов. Описание совместных свойств входной-выходной опознавания с помощью многогранников позволяет разрабатывать методы идентификации автоматов. Также разработаны методы, позволяющие исследовать свойства устойчивости относительных частот с учебных числов растущих начальных отрезков последовательности и в частности для автоматов из семейства регистров длительных. Новый, предложенный новый принцип классификации дискретных функций основанных на использовании многогранников позволяет изучать отдельные классы в этой классификации и в частности позволяет находить классы автоматов, которые сохраняют статистическое наследование, статистические свойства выходных последовательств. Также получены экспериментальные оценки точности методов идентификации языка текста в условиях сильных искажений и проведенных в теоретико-информационный анализ. Работа состоит из пяти глав. в соответствии группам задач перечисленным выше и главам, а также основным базовым содержанием глав придено на этом слайде. Перехожу к изложению кресткового изложения основных результатов работы. Пусть автомат Мура, на который поступает последствия случайных величин с поднимаемым распределением. Выделим и зафиксируем слово Бэтл, в выходном алфавите и определим очень важную для нас величину Y относительно частоту встречаемости слова Бэтл в начальном отрезке выходной последовательности. случаях существует предел по вероятности, который является функцией ОЧП определенным и определенным указанным симпликсом. В работе определяется отношение статистической эквивалентности на множестве выходной функции автомата, исследована структура в отношении эквивалентности. Задача распознавания функций выхода приведена к виду минимизации модуля длинной формы. Устроение выше было проведено для производного автомата Мура. Ниже оно будет конкретизировано для трех классов автоматов. Первый класс автоматов это обычный двоичный регистр сдвигаться на простой проходной регистр. На него поступает вернулицкая последовательность с параметом П. Вероятная функция такого автомата является полиномом степень которого равна длине регистра. Построен критерий эквивалентности выходных функций. Вычлено точное и асимпатическое число классов эквивалентности. Справа внизу на слайде выписан вид задачи минимизации решением которой являются истинные классы эквивалентности. Рассматрив случай когда на вход регистра поступает не вернулицкая последовательность а случайная величина связанная с марксу цепь определяется двумя параметами. На отношении эквивалентности выходных функций в такой схеме также вычислено число классов и размерность задачи минимизации. Здесь можно обладать внимание что по сравнению с бернулицким случаем возросла размерность задачи минимизации и произошло раздробление измельчения классов эквивалентности которые были в бернулицком случае. Это означает что при марковской входной зависимости статистика YM дает более подробную информацию о функции выходов. Вторая задача рассматривается для двух других классов автоматов для обобщенного регистра сдвига и для регистра сдвига с внутренним суммированием. Для этих классов также вычислено число классов эквивалентности и размер значения в качестве вспомогательного утверждения доказан довольно красивого доказан измортизм графов переходов обычного регистра сдвига и регистра сдвига с внутренним суммированием. Вторая глава работа по беграммам выходной последовательности. Пусть конечная автономная вероятность на автомат Мура задан дважды стихотической матрицей H. Функция выходов в этом случае являются уже не булевой а вектора действительно значной функции которые мы будем сдавать вектором строкой F. Беграмма и T чередко множественное событие заключающееся в наличии двух единиц выходной последовательности на расстоянии T такая вилка при сформулированных условиях выходная последовательность стационарной и можно говорить о вероятности этой беграммы получено представление вероятности беграммы в виде квадратичной формы аргументами которой являются вектор F а матрица симметризованная в этой степени матрица H если рассматривать эту запись как уравнение с неизвестной функцией то это уравнение квадратичное и его сложность можно охарактеризовать может быть косвенно можно охарактеризовать рангом этой симметризованной матрицы чем меньше ранг тем ниже сложность такого уравнения наверное один из самых интересных результатов в этом разделе соответствует случаю когда матрица H является симметрической в этом случае выписанная система уравнений линейизуется допускает явное простое решение это тот самый редкий благоприятный случай когда пучок квадратичных форм удается одновременно привести к сумме квадратов выше рассматривался общий случай автомата Мура а сейчас снова перейдем к конкретке регистр двигателя для работы с квадратными формами с соответствующим регистром двигателя необходимо получить их спектр для регистра двигателя это спектр неориентированных степеней графа Дебройна как я уже говорил первый спектр неориентированного графа Дебройна был получен в 90-х годах киевскими математиками но во-первых он был получен только для первой степени Т равно 1 этого графа во-вторых при выводе спектра они использовали очень сложные и громоздкие тяжелых аппарат непрерывных дробей первое исследование они всегда бывают неукружены они используют непрерывные дроби а в диссертации предложим другой подход когда матрица смежности графа подвергается специальному преобразованию унитарного подобия который в этом случае сохраняет слотичность после такого преобразования полученную матрицу можно снова трактовать как матрицу смежности графа к спектральному к исходному новый граф является гораздо более простым он распадается и он представлен на рисунке справа слева граф Дебрейна а справа этот граф после придуманного унитарного преобразования его матрица смежности которая сохраняет спектр после такого преобразования легко получить характеристический многоштейн графа и его степени и их спектра вот он выписан найденный спектр позволяет получить новую верхнюю границу за числа независимости такие графы прямыми вычислениями получить вычистое число независимости очень трудоемко там приходится перебирать множество всех подможетов большого графа последовательность чисел независимости графа Дебрейна это известная в мире последовательность она включена в мировую энциклопедию целочисленных последовательностей есть определенный номер он приведен диссертацией последний член этой последовательности а именно 114 он вычислен только в прошлом году оказывается спектр подход здесь применим и он позволяет улучшить известное неравенство вот мы видим два неравенства верхняя старая а нижняя это которую я придумал спектр подходит удается применить также к сложному и плохо поддающимся очень неприятному объекту для анализа регистр двигателя со случайным управлением движения для двух вариантов движения предложенное преобразование унитарного подобия удается применить и к обобщению к обобщенному графу на слайде выписан характеристики характеристики на гартен этого графа он сильно зависит от арифметики параметров этого общенного графа найдено спектр общенного графа позволило вычислить значение ряда его характеристик в том числе число или руль цифров очень важное число исследована планарность этого графа переходим к следующему разделу это раздел это тот случай когда вероятностная мера на пространстве входных последовательностей не задается для последовательности омега и слова альфа мы определяем примерно тот же объект который в первых главах назывался вероятностной функцией но теперь математика другая здесь эту роль выполняет указанный предел в случае если он существует он существовать вообще говоря не обязан его существование гарантируется например в том случае если входная последовательность является периодической пусть так зафиксируем два набора слов во входном и в выходном условия автомата первое в выходном условия будет Т-слов в выходном условия будет К-слов пусть автомат перерабатывает последовательность из Х-слов в последовательность из У-слов если пределы для наших выдранных слов существуют и для входной и для выходной последовательности то мы получаем Т плюс К пределов существующих пределов то есть Т плюс К чисел от нуля до единички то есть координату точки Т плюс К мерном единичном кубе прибежимся по всем возможным периодическим последовательствам во входном условии автомата тогда все пределы существуют и соответствующие каждые из последовательств вектора Z образуют некоторое дырявое множество точек К плюс Т-мерном кубе дырявое потому что мощность числа мощность множества периодических подносит это счетное число мощность множества точек в кубе а это континул поэтому будет какое-то счетное подможество точек в единичном кубе рассмотрим замыкание этого множества то есть совокупность предельных точек 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 касаем назовем это замыкание РА на этом слайде представлены два центральных результата в рамках предложенного подхода и возможно даже в рамках десертационной работы теорема 1 РА является выпуклой оболочкой конечного числа точек то есть выпуклым многогранником внутри куба размером с этой плюска и единичного куба размером с этой плюска теорема 2 теорема показывает что точка в кубе корректы который образованно относительно частот встречаем сегодня на слов на отрезках длины не на бесконечном на резко длины не может быть расположена слишком далеко от многогранника автомата выполняется вот это вот не рамки нижней обратим внимание что длина отрезка находится в знаменателе последнего друга полученные свойства позволяет построить метод идентификации автомат он изложен на слайде и существует крайне простое если в наблюдаемых последовательств нарушается неравенство теорема 2 то это не могло быть получено на эталонном автомате и мы бракуем эту гипотию значит автомат был другой если неравенство соблюдается то надо прийти к другой порции имеющихся данных вводится определение чезаровской последовательности как такой последовательности за которой рассматриваемые высшие пределы существуют для всех возможных слов то есть какой-то устойчивой хорошей в таком житейском понимании последовательности вводится определение чезарова наследственного автомата как такого который любует чезаровской последовательности в экономике перерабатывает в Чезаровску уже в выходном охлаждении, то есть в свойство устойчивости наследоваться. Предложены достаточно условия для того, чтобы автомат был и не был Чезарово-наследственным. Исследована Чезарово-наследственность с регистром сдвига и их в общении. Показано, что обычный регистр сдвига всегда является Чезарово-наследственным, а в общении регистром сдвига не всегда, а при некоторых условиях является Чезарово-наследственным, А вот регистр сдвига с внутренним суммированием не является членово-наследственным практически никогда при самых общих предположениях. Выделен класс автоматов, которые сохраняют статистические свойства знаков входной последовательности. Новогольник такого автомата изображен на слайде. Он в определенном смысле является минимальным. У таких автоматов средней частоты единиц на входе всегда равна средней частоте единиц на выходе. Примерами таких автоматов является, например, торгистный автомат или просто задержка. Оказывается, среди регистров сдвига такие автоматы есть. Доказаны ряд свойств таких регистров. Получен критерий принадлежности регистров такому классу. Получены оценки мощности этого класса. В частности, показан дважды экспедиционный рост мощности таких регистров, числа таких регистров по N. Исследуем вопрос о существовании таких автоматов в классе в общенных регистрах сдвига. Они существуют при некоторых значениях параметров. И в классе регистров с внутренним суммированием. Тут они не существуют. В четвертой главе аппаратные ограничения конкретизируются для регистров сдвига для двумерного случая. В этом случае теорема 1 и теорема 2 приобретают совсем простой вид. Исследуются свойства новоугольников таких регистров. Рисунок в центре слайда иллюстрирует связь между отношением двойственности на множество булевых функций и симметриями новоугольников. Получены виды новоугольников некоторых линейных функций. Они изображены на рисунке. В результате компьютерных вычислений построены новоугольники всех булевых функций от 1, 2, 3 и 4 аргументов. Здесь слайд иллюстрирует теорема 2. С этим не равен. О расстоянии от точки до новоугольника. Каждая точка на рисунке это результат эксперимента со случайными последовательствами указанной длины. Мы видим, что для малых длин точки могут немного отступать от новоугольника, как собственно и указано в теореме 2. А для больших длин уже работает закон больших чисел и точки ложатся внутрь новоугольника. Аналогичные построения проведены и для других автоматов. Полученные результаты строения их новоугольников. Этот слайд носит иллюстративный характер. Показаны в новоугольнике 28 случайных регистров двигов с внутренним суммированием. Мне хотелось просто продемонстрировать их разнообразно. На слайде показаны поверхности, характеризующие усредненные характеристики новоугольников для трех классов автоматов. Эти поверхности получены с помощью прямого построения новоугольников для всех автоматов из указанных классов. Видно, что эти поверхности обладают определенными симметриями. Эти симметрии соответствуют теоретически доказанным симметриям новоугольников. В последней пятой главе сопоставляются методы идентификации автоматов и методы идентификации языка сообщений. Сделан обзор методов идентификации языка сообщений различных типов. Текст, речь, изображение машинописного и рукописного текста. Приведены параллели с задачей идентификации конечных автоматов. Рассмотрена одна любопытная схема случайных искажений текста. Рассматриваются искажения типа замена символа. Каждый символ, независимо друг от друга, с вероятностью P, заменяется на другой, выбранный из алфавита случайный разного района. Если P мало, то текст практически не меняется. Это просто текст с опечатками. А если P велико, то текст становится нечитаемым. Вычтена пропускная способность соответствующего канала связи. Получена указанная ниже граница для P. Второе. Если параметр искажения меньше этой границы, то текст принципиально может быть восстановлен из своего искаженного образа. А если больше, то однозначное восстановление текста невозможно. Оказывается, хоть текст восстановить невозможно при больших уровнях искажений, но язык текста указать можно с достаточно высокой точностью, что показывает график справа. Основные результаты работы. Первое. Введено изученное отношение статистической эквивалентности функций выходов с отлучайным входом. Предложен метод распознавания класса эквивалентности функций выходов. Второе. Разработан метод распознавания функций выходов по значению вероятности программы выходной последовательности. Получено выражение для рандов квадратичных форм, соответствующих квадратичных форм, для регистров двигателя с случайным входом и двумя вариантами случайного управления движением. Разработанные методы позволят получить спектр и новую верхнюю границу числа независимости, неориентированных степеней графа Дебрэйна, а также вычислить ряд их террографовых характеристик. Введено исследование многогранники автоматов, которые описывают совместные статистические свойства входной и выходной последовательности. Предложим метод идентификации автоматов с помощью основанной на использовании введенных многогранников. Предложим новый принцип классификации дискретной функции, основанной на использовании введенных многогранников с заданной функцией выходов. Исследованы автоматы, сохраняющие значковые статистические свойства входной последовательности, исследованное наличие этих автоматов и их структура в семействе регистров двигателя. Подними исследованы чезаровые наследственные автоматы, то есть те, которые обеспечивают наследование свойства устойчивости в выходной последовательности. Исследовано наличие свойства чезаровой наследственности в семействе регистров двигателя. Экспериментально показано, что инграмный метод распознавания языка позволяет распознавать язык искаженного текста даже при высоких уровнях искажениях, при которых текст незавнозначно установить. С помощью компьютерных вычислений в построенном новоугольнике для трехклассовых автоматов для семейства и средств двигателя с накопительным размером 4. Для всех возможно пунктный выход. Проведное построение подтверждает справедливость полученных теоретических результатов. Построенные поверхности характеризующие множество новоугольников автоматов из этих классов в среднем. Построенные поверхности обладают симметриями соответствующими доказанным свойствам новоугольников и демонстрируют существенные различия усредненных характеристик новоугольников для автоматов из различных классов. Таким образом, в результате приведенных чертаций и исследований решена фундаментальная научная проблема. Заработанные теоретические основы с органом комплекс моделей и методов распознавания и идентификации конечных автоматов по анализу входных и выходных данных, не использующих информацию по начальному состоянию автомата. Доклад закончен. Спасибо. Спасибо. Будут ли после доклада обычно вопросы соискателю? Будут ли какие-нибудь вопросы соискателю? Есть вопросы? Там Юрия Васильевна хочет задать вопрос. Включаешь на телефон. Спасибо. Уважаемый председатель, можно ли задать вопрос? Да, 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 Юрий Васильевна, пожалуйста. Сергей Юрьевич, скажите, пожалуйста, а что еще остается на сегодняшний день не исследований в области генераторов случайных последовательностей? И вот ваши результаты каким образом можно применить к этим задачам? Генераторы случайных последовательностей, они активно, их теория активно развивалась, наверное, с середины 20 века, и какие-то фундаментальные и базовые решения оформились к концу 20 века. Остановим требования к генераторам случайных последовательностей обеспечить равноверятность элементов этих последовательностей и энверанг составленных из этих элементов. Совершенно недопустимо, когда мы по отрезку выходного фрагмента выходного фрагмента выходной последовательностей из генератора случайных последовательностей можем восстановить следующий элемент, ну или как-то его оценить. Это очень плохо. Были известны прецеденты, когда те или иные программные системы, по-моему, даже системы программированные типа Паскаля или что-то такое, были использованы генераторы случайных последовательностей, плохие, то есть именно плохие по вот этим признакам, и они привели к ошибкам в вычислениях, когда численно вычислялись интегралы по методу Монте-Карло, а использовался датчик из какого-то компилятора. Этот датчик врал, и, соответственно, возникали сильные ошибки при вычислении, при численном интегрировании. Сейчас методы исследования вот этих свойств генераторов случайных последовательностей, они многочисленные, среди них самые красивые, на мой взгляд, геометрические методы. Они, наверное, связаны с именем Джорджа Марсаглия, который для классического конгруентного генератора, который очень казался хорошим, он предложил отображать элементы по своему последовательности, проведенную этим генератором, в некий трехмерный куб, и там элементы этой последовательности они легли неравномерно, не стали заполнять весь куб, а ложились на отдельные плоскости в этом кубе, что, в общем, конечно, абсолютно не должно было быть, если бы эта басность была по-настоящему случайной. Вот такого типа геометрические вещи, ну, собственно, и у меня в работе, я пытаюсь применить геометрический подход. Сейчас для изучения качества генераторов случайных последовательностей, ну, есть лидеры мнений, на мой взгляд, это американский НИСТ, ну, может быть, отчасти наше отечественное техническое комитет АТК-26 занимается похожими вещами. А в НИСТе есть разработана целая батарея тестов на случайность. Самый известный набором тестов является тест Дай-Харт. Я надеюсь, что разработанная диссертация метода пополнить арсенал существующих тестов, ну, и, возможно, позволит взглянуть на набор этих тестов с какой-то металлогической точки зрения. Я закончил ответ. Спасибо. 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 А сюда, Альтаред, ответ? Полный. Спасибо. Ирина Андреевна Кочепкова хочет задать вопрос. Ирина Андреевна, пожалуйста, мы вас слушаем. Да, спасибо, уважаемый член диссертационного совета. Сергей Юрьевич, у меня небольшой уточняющий вопрос, как раз тоже про входящую последовательность. Вы рассматриваете для случая, когда случайная последовательность и детерминированная. Скажите, пожалуйста, а все ли возможные модели можно уложить в эту концепцию или нет? Вот прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, я, наверное, на самом первом слайде сказал, что у нас взаимоиспределительная ситуация... Ну да, возможно, только два варианта. Сейчас я его найду. Сейчас, секундочку. Нет, еще раньше. Вот. Да. Ну, в общем, формально, наверное, да. Либо на пространстве входных процессов мирова задается, и тогда какой-то случайный процесс, либо не задается, что детерминированная. Но это формально. А неформально, ну, конечно, и в обоих классах, и когда мера задается, и когда мера не задается, в диссертации рассмотрены только базовые примеры таких последствий. Ну, когда мера, кажется, зажимое, далее сложные модели, то есть более глубокие цепные зависимости для маркового грумса, не рассмотрена зависимость, которая меняется со временем, то есть только однородные случайные здесь, не рассмотрены модели L зависимых случайных величин, не рассмотрены функционисты . Не просто базовая, а базовая, которая характеризуется минимальным набором свободных параметров. И также базовые, только базовые вещи рассмотрены в случае, когда вероятность мера не задана. Здесь у меня рассмотрены по сути только периодические последовательности и чезарские. На самом деле научная мысль здесь идет дальше и глубже в мире. И есть достаточно намороченные способы порождения вот таких случайных последовательностей. Фрактарного типа есть такие последовательности, очень сложно их описывать. А есть последовательности, перспективно на мой взгляд, в этой области рассмотреть было бы, среди дискретных последовательностей, последовательности, так называемые, близкие к периодическим. Там есть разные варианты близких к периодическим, в разную сторону. Разные способы эти близкие рассматриваются. Возможно, они здесь были бы вполне уместны. Я ответил на вопросы? Спасибо. Да, спасибо. Большое спасибо. Будут ли еще вопросы? Не видно. Вопросов больше нет. По регламенту мы должны объявить, что с техническим перерывом. Я не вижу в этом необходимости. А есть ли надобность с техническим перерывом? Давайте работаем, Митя Сергеевич. Нет, давайте не будем объявлять. Продолжим. Слово предоставляется научному руководителю, научному консультанту, соискателю, извините, пожалуйста, Самуилу Конституру Евгеньевичу. Спасибо. Уважаемый член Совета, уважаемые оппоненты. Я, собственно, расскажу историю, как мы с Сергеем Юрьевичем работали в докторантуре. Ну, во-первых, он был рекомендован мне из Института криптографии и связи информатики коллегами, где я некоторое время читал лекции. И, конечно, прежде всего я начал знакомиться тогда с его работой. Ну, работой, основными работами. Он принес мне на первую встречу уже, принес мне кирпич некоторый. Вот, и мне пришлось с ним знакомиться. Работа, здесь присутствуют коллеги, понимают, что она из сегодняшних работ школы нашей немного другая, да. Но, тем не менее, вообще она, я могу сказать с уверенностью, она относится к школе основателя нашего профессора Башарина Гелия Павловича, связана с его работами, в том числе об этом упоминалось. Ну, я взялся изучать эту работу, но все-таки прежде чем давать согласие на то, чтобы принять в докторантуру Сергея Юрьевича, я обратился к внешним экспертам дополнительно, которые знакомы с этой работой. Ну, сейчас это не секрет, вот, но некоторые здесь присутствуют. Но, тем не менее, они все дали мне положительные рекомендации, заключения, да. Ну, о новизне, об актуальности работы в целом, да. Ну, и после этого мы, собственно, приступили к работе. По-моему, она у нас примерно три года шла, эта работа общая. Окончательное решение о поступлении в докторантуру, РУДН, мы приняли после того, когда Сергей года два поработал, стало ясно, что надо сделать для получения основных результатов. И мы, собственно говоря, он начал апробацию работы, мы поняли, что часть результатов должны быть опубликованы дополнительно, очевидным образом, потому что они не были доведены в некотором смысле до конца. Причем эта работа оказалась очень объемной. Ну, и за выполнение этой работы я Сергея очень уважаю. Настолько собрана он работал. Пришлось и пробировать эти результаты на международных конференциях и включить статьи в просидинге соответствующей конференции. И Сергей вот этот весь путь прошел. Ну, а когда он был уже в докторантуре, такой вот у нас на кафедре это принято, докторанты представляют работу на большой семинар межвузовский. Ну, здесь сидят многие, кто на нем был. В том числе я пригласил уже предполагаемых оппонентов сюда. Мы детально рассмотрели его работу и было принято решение, что мы можем стартовать на завершающий этап. Вот. И на этом завершающем этапе, собственно, были сделаны еще дополнительные публикации, доведена до соответствия полного паспорта специальности теоретически основы информатики, по физико-математическим наукам, диссерационная работа, автореферат и прочие ее атрибуты. То есть вот была проделана за три года такая большая работа, Сергей. Но у меня лично к нему как бы вот как к ученому, я считаю, что он состоявшийся ученый, для меня это совершенно очевидно, у меня как бы нет к нему претензий. Прежде всего потому, что было у него огромное желание заниматься наукой. Я считаю, что это самое главное у ученого, но он при этом как бы необходимое условие – это его квалификация. Ну, квалификация в физико-математических науках для меня несомненно. Оказалось, что человек очень квалифицированный, грамотный. Ну и в заключении своего короткого выступления он за три года, ну как бы профессура и децентура кафедры с ним достаточно познакомились. Он часто здесь у нас бывал, люди его уважают. И он очевидно, я надеюсь даже, что если он согласится, когда-то у нас еще почитают лекции на кафедре, квалификация его высокая. Ну, на этапе предзащит всех он прошел всех оппонентов. Сам лично занимался этими вопросами. Вот, и я, после этого мы считали, что он полностью готов к защите. Сейчас мы видим по докладу, конечно, что работа выполнена на высоком уровне. В ней решена крупная, раньше говорили в Советском Союзе, народно-хозяйственная задача важная, да. И это квалификация такая вот моей, этой работы. С очевидными приложениями, с очевидными приложениями, о которых он не говорил здесь конкретно, да, но они имеются, об этом имеются сведения в автореферате и в диссертации. Ну, я считаю, что это очень достойная работа, потому что он, несомненно, заслуживает присвоение ученой степени доктора физико-математических наук по рассматриваемой специальности. Прошу коллег поддержать эту работу. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Спасибо за выступление. Есть ли вопросы, Константин Андреевич? Если вопросов нет, то продолжим. Слово для оглашения отзыва, полученных на диссертацию от реферата, предоставляется ученому секретарю Совета Анастасии Вячеславовне Дмитриевне. Пожалуйста, господи, Слава. В деле имеется заключение организации Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Российского института народа, принятая на камере укладной информатики и теории вероятности факультета физико-математических и естественных наук, где была выполнена данная диссертация. Содержание заключения положительное. Кроме того, в Советку уступило три отзыва на авторефературу. Все отзывы положительные и детские члены диссертационного совета не возражают. Я полностью эти отзывы дочери буду, сделаю решение. Да, пожалуйста. Первый отзыв поступил от Левиной Ильи Израилевич, гражданина российской федерации, доктор технических наук, профессор и директор ООНИЦ СТ и НК. Отзыв положительный. В отзыве данного характеристика работа, перечисленные основные научные результаты, отмечены практически в нашей стране. И отзыв содержит следующее замечательное. Для определения класса физической эквивалентности утверждения о консенсации, предложено сведение к задачи целочисленной минимизации, но не приведена оценка вычисленной продоемкости решения этой задачи. Пункт 6 научной новизны содержит новый принцип, который следовало бы более подробно описать в обществе операторов. В тексте автороператоров присутствует ряд специфических определений терминных и сокращений, которые не являются общепринятыми и несколько затрудняют восприятие материала. Второй положительный отзыв поступил от Карпова Алексея Анатольевича, гражданина российской федерации, доктора технических наук, доцента, главного научного сотрудника лаборатории ключевых многомодальных интерфейсов Федерального государственного учреждения науки, Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской Академии науки. В отзыве отмечена актуальность рассматривания диссертации научных проблем, да она к вратке характеристик работы, отмечена теоретическая и практическая значимость исследования. Отзыв имеет следующее замечание. Предложенные методы идентификации и распознания автомата целесообразно бы проиллюстрировать схемы, например, применения. В пятой главе работы рассматриваются в том числе теоретика, томатные схемы генерации искусственных текстов. Однако в современном системе генерации искусственных текстов генерация искусственных текстов осуществляется в основном помощью нейронной сети, что не отражено в тексте. Приведенный в актореферате на странице загружающих рисунок 7 график точности идентификации языка текста в зависимости от степени его искажений при различных моделях языка нуждаются в пояснении. Они необходимы для обоснования полученного результата, согласно которому точность идентификации языка текста снижается при использовании более адекватной модели языка. Последний отзыв поступил от Мечерякова Романа Валерьевича, гражданин Российской Федерации, доктор технических наук, профессор, главного научного сотрудника лаборатории номер 80 уперфизических систем Федерального государственного бюджетного учреждения наук, Институт проблем управления имени тропейника в Российской Академии наук. В отзыве отвечена актуальность рассматриваемой дистанционной работе научных проблем дана краткая характеристика работы и в качестве замечаний получается, что следовало бы более активно использовать понятие метода распознавания и идентификации, формулировки положения, выносимых на защиту. При развитии работы следует учесть современную тенденцию использования нейросетевых моделей для рассмотрения языковых моделей. И не дано подробного пояснения рисунком 2, 3 и 4 и индустрирующих симметрию многограня потребностей. — Большое спасибо. Слово для отверганных замечаний, содержащиеся в отзывах, предоставляется истинно. — Я согласен с формулированными замечаниями полученными на автор реферат и прокомментирую некоторые из них. Возмещение профессора Левина Ильи Израильевича из Министерства Супер-ЭВМ. Нет оценки усилийной трудоемкости решения задачи минимизации. Вот речь идет вот об этой задаче, которая мышкой выделена. Это задача минимизации модуля линейной формы при линейных ограничениях на переменные и при ограничениях слотичности на эти перемены. Это известная и достаточно сложная задача и, по сути, это некая разновидность задачи о рюкзаке. А задача о рюкзаке, как известно, в общем случае, является дополненной. Отмечу, однако, что даже если вот эту задачу решать методом полного перебора всех возможных решений, то тогда трудоемкость перебора это будет сотни числа классов, что существенно меньше, чем число всех булевых функций. Поэтому даже такое представление все равно нам значительно экономит трудоемкость. А по существо задачи, я бы вот что отметил, что задача о рюкзаке, разновидность которой является вот эта, она исследована, ну, исследуется, наверное, на 40, вдоль и поперек. И сложность этой задачи о рюкзаке зависит от вида коэффициентов целевой функции. Если они обладают некоторыми определенной закономерностями, то задача о рюкзаке вовсе не НПЭ трудна. Она становится даже там субкульномиальной в некоторых случаях. Вот именно по вот этой задаче я не могу сказать. Детальное исследование не проводилось. Я могу только ограничить сверху эту трудоемкость. Что здесь, да, мы здесь попадаем в разновидность задачи в языке. Но это тоже неплохо. Вот такой мой ответ по замечанию Ильи Израильевича. По замечанию Карпева Алексея Анатольевича из Спиеран, а ныне ФИЦ Санкт-Петербургского. Нет пояснений к графику точности идентификации языка текста в зависимости от степени его искажения при различных моделях языка. Сейчас я доберусь до этого графика. Замечание совершенно справедливое. В самом деле, график точности идентификации Вот он все будет. Нет. График точности идентификации, который справа здесь нарисован, он вообще, на первый взгляд, вызывает недоумение. То есть, трёхграммная модель. То есть, три модели. Однограммная, обеграммная и трёхграммная. И трёхграммная языковая модель оказывается хуже. Дает решение хуже, чем обеграммная и значковая, однограммная. Честно говоря, меня тоже сначала это удивило. Я проверил все исходные данные, поднял материалы вычислений. Нет, всё именно так. И таким образом, пояснение я даю следующее. Эксперимент, который определенный на графике, проводился с достаточно короткими текстами, длиной одна тысяча знаков. И вот это любопытное явление мы видим только при очень высоком уровне искажения, выше 60%, 60%, 70%, 80%. Вот там, как бы, согласование между графиками заметное. Что такое уровень искажений 60%, 70% или 80%? Значит, это из реальных символов языка у нас остаётся 30-20%. Это по символам 30-20% остаётся. А всё остальное превращается в мусор, в мешающий шум. А по трёхграммам подряд идущим остаётся, соответственно, 30-20% в третьей степени. То есть, вот если, допустим, 30% у нас ошибок истинных символов, то в третьей степени это будет 3%. То есть, у нас в нашем тексте остаётся только 3% истинных трёхграмм правильных соответствующих языков, за которые может зацепиться трёхграммная модель. Это чудовищно мало. Поэтому она и показывает результаты хуже, чем беграммная и однограммная. Однограммных остаётся вот те же 30%. 30% гораздо лучше, чем 3. И вот однограммная и беграммная ещё как-то работают. Вот такое у меня объяснение, которое, ну, по сути дела, подтверждается тем, что при меньших уровнях искажений, вот если мы отступим за критическую область, слева можно смотреть, там все модели работают отлично, ну, в том числе и трёхграммная и значковая. Вот такой у меня ответ на замечания Кархова Алексея Анатольевича. Замечание профессора Меченкова Романа Валерьевича из ИПУ РАМ. «При развитии работы следует учесть современную тенденцию использования нейросетевых моделей для рассмотрения языковых моделей». Ну, что-то это же замечание было от Спиера. Ну, нет же, близко, там они про генераторы текста. Здесь Роман Валерьевич в общем говорил. Я согласен полностью с таким замечанием. Конечно, рассмотренные в диссертации н-граммные модели, конечно, не являются оптимальными. Они даже не являются очень хорошими. Они нужны только соединительной целью. Иллюстрации принципиальной возможности решения поставленных задача распознавания языка. В реальных же применениях каких-то, наверное, боевых или практических, конечно, следует использовать современные модели. И лучшие из них на сегодняшний день не растет. Я закончил ответ на отзыв Романа Валерьевича Мещерякова. И вместе с ним сейчас другие воздуматели. Большое спасибо. Есть ли вопросы к соискателю по его ответу на замечания? Нет. Вопросов нет. Сейчас мы должны перейти к заслушиванию отзывов официальных оппонентов. Прошу официальных оппонентов, работающих удаленно, перед выступлением, включить камеру, во-первых, во-вторых, поднести к лицу открытый паспорт, где была бы видна фотография и фамилия, имя, отчество оппонента для идентификации. Итак, слово заставляется первому понятию. Евгений Абрамович. Евгений Абрамович пошел за паспортом. Пошел, я вижу. Да, действительно, я пошел за паспортом. Правда. Пожалуйста, вот так видно паспорт? Сейчас мы вас выведем на Весерхамского сфер. Ну, так видно. А презентацию... Сейчас мы делаем, чтобы его выступление было видно. Паспорт. Еще чуть-чуть подвиньте к себе. Вот, все хорошо. Все видно. Все видно, да. Давайте... Слушаем вас, Евгений Абрамович. Спасибо. Такие новые процедуры, неожиданно. Ну, я могу... Уважаемый председатель, уважаемый диссертационный совет, я могу... Есть отзыв, полный отзыв, которым отмечаются все основные моменты, которые положено указывать в отзыве оппонента. Я, с вашего разрешения, скорее выражу свое, как бы свое отношение и свои комментарии, да, поскольку там... Ну, и, конечно, зачту недостатки, а, в общем, зачитывать отзыв с вашего разрешения не буду. Можно? Да, конечно. Вот, я хотел бы отметить всю вещь, понимаете, да, это вот распознавание автоматов, это, конечно, классическая задача, которые занимаются уже давно и занимаются очень внимательно, огромное количество исследователей. Исследователи это делают. Одна только задача, там, скажем, связанная с идентификацией датчиков, это и то уже, как бы, ну, целое море работ. И здесь, как бы, принципиальным, да, вот при таком наборе возможных постановок задачи, да, и своих датчиков, и входных последовательностей разного типа, важнейшим становится исследование как раз методов, методов работы вот с такими вот объектами. И в этом смысле работа, которую мы рассматриваем, это работа вот ровно в этом ключе, то есть работа, которая разрабатывает новые методы исследования классической задачи. И вот среди тех результатов, да, у меня выписано большее количество, но вот те результаты, которые произвели на меня самого значительное впечатление, это вот, собственно, два таких класса результатов. Это преобразование унитарного подобия для анализа графов Дебрейна. Это, в общем, по крайней мере, примеры впечатляющие, как бы, довольно сложные, анализы сложных графов, которые превращаются, в общем, в довольно простые задачи. И это, в общем, такой интересный и подход, и интересная удача. Но главный, конечно, результат диссертации – это вот метод многогранников, который полностью придуман диссертантом и, в общем, представляет несомненный интерес. Причем вообще, как бы, видимо, да и по докладу видно, что у диссертанта есть такой вот вкус к рассмотрению, к сведению тех или иных задач дискретной математики к геометрическим постановкам. И действительно, это, в общем, такой, это, в общем, красивые задачи, красивые результаты. Поэтому я вот высказался о том, что показалось мне особенно значительным. Но, конечно, как во всякой работе, есть недостатки, ничего тут нового нет. Вот я перечислю их, те недостатки, которые мной выписаны. Сейчас я их найду. Ну вот, не указано, как соотносится трудоемкость предложенного метода идентификации автоматов с помощью многогранников с трудоемкостью других методов идентификации. Ну, конечно, это как бы основной вопрос, потому что предложен метод, предложен красивый метод. Насколько сложность при этом этого метода и в каких задачах она возникает, вот это остается, конечно, вопросом. Наверное, это слишком обширный вопрос, чтобы на него можно было сразу ответить. Но, во всяком случае, использование этого метода, оно целиком как бы вот упрется в то есть, насколько как бы вычислительная сложность алгоритмов не окажется слишком сложной. Вычислительная сложность алгоритмов не окажется слишком большой. Ну, есть недостаток менее глобальный, там, предложенный метод многогранников иллюстрируется примерами только двумерными. На самом деле, хотя бы трехмерные на них бы посмотреть не помешало. Вот. Есть остальные недостатки, это недостатки фактически такие технические, я их даже не буду оглашать. Ну, конечно, в целом диссертационное исследование Мельникова Сергея Юрьевича является законченной научно-квалификационной работой, выполненной на высоком научном уровне. В работе содерживается новое решение важной научной проблемы идентификации конечных автоматов в условиях ограничений. Работа соответствует требованиям к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук согласно пункту 2.1 раздела 2 положения присуждений ученых степеней в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Российский университет дружбы народов. А ее автор Мельников Сергей Юрьевич заслуживает присуждения ученой степени доктора физико-математических наук. С Вашего разрешения все. Спасибо, Евгений Абрамович. Если у Вас есть вопросы, Евгений Абрамович, вопросов нет, то есть слово для ответа официального оппонента предоставляется соискателю. Евгений Абрамович, спасибо за добрые слова, это очень-таки обнадеживающе. Спасибо. В связи с замечаниями, уважаемого профессора Крука, отвечу на два прозвучавших. Во-первых, по трудоемкости, по сложности вычислений. Для метод многогранников, он работает в произвольном случае для произвольных автоматов. Логичных универсальных методов идентификации мне неизвестно, разве что метод грубой силы с тотальным опробованием всех состояний. И тут мы видим некоторую диалектику. Если мы будем опробовать все состояния автомата, нам потребуется перебор, допустим, мощность, множество состояния, Q. Нужно перебрать Q каких-то действий надо сделать. Автомат прокрутить, сгенерировать последовательность, что-то проверить. Но главное – это будет множитель в оценке трудоемкости. В моем же методе многогранников там два этапа. Первый этап – предварительная работа, очень большая. А второй этап – боевой шаг, когда политическая работа многогранник построит. А теперь нам приходит на втором шаге, там приходит на вход последовательности, и их частоты уже читаются мгновенно. И на втором шаге нужно проверить расстояние от полученной точки до многогранника. Вот эта проверка этого расстояния вычитается за логарифм от Q. Правда, сам многогранник строится тяжело. Если его строить в лоб, то это крайне тяжелая процедура. То есть, по сути дела, мы находимся на весах. С одной стороны, первый метод грубой силы тяжело равномерно, но очень тяжело и все. А вот мой метод делится на два этапа. Первый этап крайне тяжелый, если вы делаете лоб. А зато второй этап – боевой шаг быстрый. И я надеюсь, и, собственно, часть результатов четвертой главы это показывает, что для некоторых автоматов не нужно проводить тяжелые процедуры построения их многогранников в лоб, перебирая цикл автоматов. А существуют возможности аналитического построения этих многогранников, и тогда все становится гораздо лучше. Вот это, я должен сказать, по трудоемкости. А по второму замечанию, по трехмерности, по трехмерной картинке, да, мне, конечно, хотелось очень сделать трехмерную картинку. И больше того, у меня даже есть одна работа. Статья, она в диссертацию не вошла, вот этот метрел не вошел. То есть я рассматривал регистр троичное, когда там ячейка не 0,1, а 0,1,2. И там возникает трехмерная конструкция. Но многогранники, которые я там получил, они, честно говоря, были некрасивые. Там нет каких-то красивых додекайдров или каких-то платоновых тел. Нет, там такая, в общем, мне не понравилась картинка, я решил не включать в диссертацию. Вот так вот. Спасибо. Удовлетворен ли официальный оппонент? Да, я удовлетворен. Я бы только вот посоветовал диссертанту, может быть, это сейчас не совсем уместно. Понимаете, вот с учетом того, что вы сказали о сложности построения многогранника, попробуйте решать обратную задачу. Посмотрите класс многогранников, для которых там, ну, как бы посмотрите процессы, которые подходят под многогранники. Посмотрите класс многогранников и порешайте обратную задачу. Ну, это вопрос семинара, а не защита диссертации. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Слово предоставляется второму оппоненту, доктору технических наук, Тимониной Елене Евгеньевне. Пожалуйста, Елена Евгеньевна. Здравствуйте, мне надо паспорт показать. Да, все небесно показать паспорт, да, хорошо, все. Видно? Сейчас, сейчас, сейчас. Чуть повыше, ты поднимите, пожалуйста. Еще, еще повыше. Вот, ну, все хорошо, да, очень хорошо. Большое спасибо. Слушаем вас. Диссертационная работа Мельникова Сергея Юрьевича посвящена решению проблемы распознавания и идентификации конечных автоматов по входным и выходным данным, без использования информации о начальном состоянии автомата. Следует сказать про актуальность данной темы. Автоматные модели преобразования информации являются актуальными в целом ряде практических применений математики. Ну, сюда можно отнести техническую диагностику, сюда можно отнести задачи обеспечения информационной безопасности, а именно методы идентификации распознавания нарушений безопасности, достаточно часто основаны на автоматах модели. Можно отметить задачи проверки качества датчиков случайных чисел, методы непрерывной аутентификации рабочих процессов, контроль скрытых каналов и методы криптоанализа. Ну, отсюда следует, что тема диссертационной работы является актуальной. Дальше я хочу кратко остановиться на содержании диссертации, очень кратко, и отметить то, что мне особенно понравилось в этой диссертации. В выведении главе 1 приведен достаточно глубокий обзор известных теоретических и прикладных результатов, которые близко связаны с исследованием конечных автоматов, со случайным входом, функция выхода в которых неизвестна и подлежит распознаванию по наблюдениям над выходной последовательностью. Оригинальность и продуктивность исследований основаны на введении понятия вероятностной функции. И в первой главе получены интересные результаты, которые описывают свойства вероятностных функций. Кроме входных последовательностей, которые построены по полиномиальной схеме, рассмотрены также входные последовательности, которые моделируются простыми стационарными цепями Маркова. Здесь решена задача распознавания неизвестной булевой функции выхода проходного регистра сдвига, с полученным по схеме вернули входом по значковой статистике выходной последовательности. Аналогичные результаты получены и в случае входной Марковской последовательности. Вторая глава посвящена использованию спектров графов в задачах распознавания неизвестной функции выхода автомата. Показано, что вероятностные характеристики беграмм выходной последовательности автомата с случайным входом описываются с помощью спектральных свойств неориентированных графа этого автомата. Найден спектр неориентированных степеней графа Дебрейна, который позволит построить новую верхнюю границу числа независимости таких графов. Найден спектр К-циркулярных матриц и редуцированного графа Дебрейна. И найдено количество оставных деревьев или ровциклов. Третья глава, по моему мнению, представляет наибольший теоретический и практический интерес. Иначе, интерпретируя вероятностные функции, иначе, по сравнению с главой первой, определяются в действительно многомерном кубе многогранники, которые соответствуют автомату. Свойства построенных многогранников позволили построить неравенство, определяющее достаточное условие выявления противоречий между предполагаемым и истинными автоматами. Этот подход является конструктивным в решении задачи проверки гипотезы о соответствии проверяемому автомату. Конструктивно следует из возможности в некоторых случаях строить многогранники аналитическими методами. В этой же главе исследованы условия сохранения значковых статистик в выходных последовательных. В четвертой главе подход многогранников развит для автоматов, допускающих аналитические методы построения многогранников, и приведены результаты компьютерного моделирования. В основном рассмотрены автоматы на базе регистров сдвига. В пятой главе рассматривается проблема распознавания языка по сильно искаженным тексту. Сильное искажение – это невозможность прочитать, но возможность идентифицировать язык сообщений. Автор диссерационной работы не может применять разработанный для автоматов метод анализа, но в данном случае он строит свои подходы, используя аналогичные идеи. Эксперинально доказано, что возможно хорошее решение проблемы для европейских языков при искажении, которые значительно выше теоретического уровня процессуспособности канала без памяти с искажением. Далее в отзыве приводится достоверность результатов. И хочу отметить также, что новизна и научно значимая диссертация состоит в следующем. Разработаны ряд новых подходов к идентификации автоматов в различных постановках задач. Для решения этих задач разработаны новые математические методы и модели. Следует отметить оригинальность подходов, основанных на вероятностных функциях и многогранниках автоматов. При этом автор использует широкий спектр математических областей и математических методов. Практическая значимость состоит в том, что полученные результаты и разработанные методы анализа позволят эффективнее решать важные прикладные задачи, технической диагностики, информационной безопасности и криптоанализа. Диссертация представляет собой целостное завершенное исследование, показывая, что Мельников Сергей Юрьевич удовлетворяет высоким квалификационным требованиям. Ну, однако, по оформлению диссертации авториферрации необходимо отметить разномечения. Ну, во-первых, в диссертации, это глава 3, 1 параграф, нет аккуратного доказательства утверждения, что для периодических последовательств величина Пс маленькая альфа, это формула 3.1 на странице 92, является отношением частоты встречаемости слова альфа на периоде к длине периода. Ну, это утверждение достаточно просто, но важно для дальнейших рассуждений. Во-вторых, в диссертации не определена топология, в которой рассматривается замыкание R большого А. Третье. Во вториферрате рассматривается множество всех циклов в графике переходов автомата. И нигде не упоминается, что рассматриваются на самом деле циклические последовательности по парно-различных дуг, число которых действительно является конечным. Ну и маленькое замечание по оформлению. Это формула 21 в авториферрате не определена, а в диссертации определение произведено после уже соответствующей формулы. Ну и несмотря на указанные недостатки, диссертация производит очень хорошее впечатление. Тема диссертации соответствует паспорту специальности 05.13.17, теоретические основы информатики. Авториферрат правильный и полно отражает содержание диссертационной работы. Авторами диссертации разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, состоящее в разработке методов идентификации конечных автоматов, которые обрабатывают случайные или псевдослучайные данные по наблюдению над выходной и входной последовательностями. Работа соответствует требованию предъявляемой диссертациям на исскание ученой степени доктора физико-минтематических наук согласно пункту 2.1 раздела 2 положения присуждения ученых степеней Федеральным государственным автономно-образовательным учреждениям высшего образования Российский университет дружбы народов, утвержденный ученым Советом РОДН, протокол 23.09.19, ее автор Мельников Сергей Юрьевич заслуживает присуждения ученой степени доктора физико-минтематических наук по специальности 05.13.17 теоретические основы информатики. Я закончила. Большое спасибо, Евгения Евгеньевна. Будут ли вопросы к Елене Евгеньевне? Вопросов нет. Тогда слово для ответа официального оппонента предоставляется заискателю. Я согласен с замечаниями, уважаемого профессора Елены Евгеньевны. Отвечу на одно из замечаний. Оно самое короткое и, на мой взгляд, очень глубокое. Промулируется оно так. В диссертации не определена топология, в которой рассматривается замыкание множества карта. Если отвечать скоростко, то, конечно, рассматривается обычная эпидуа топология. Однако, мне кажется, что вопрос о топологии гораздо глубже. Дело в том, что точки, из которых образованы наши рассматриванные многогранники, они, по сути, рациональны. Потому что они являются частотами каких-то событий. То есть, это рациональные точки. И всего. У них там нет точки. А потом мы берем замыкание этого множества. То есть, переходим к пределу. То есть, мы рассматриваем пределы последовательности состоящих из рациональных точек. И вот тут уже существенно топология. Если мы ограничимся в диквидуе топологии, то этот предел нас приведет к какому-то действительному числу. Ну и, соответственно, либо не приведет. И тогда мы будем говорить, что предел не существует. По точкам, которые образованы частотами отношения этих встречаемости слов, им-то как бы все равно в какой-то топологии их рассматривают. Они как были, так и остались рациональными точками. И если на них посмотреть с точки зрения не эфридовой топологии, а, например, поэридической, то они вполне могут иметь пределы полипоэридических чисел. И тогда мы получим другой многогранник. То есть, на самом деле, вид топологии, он по существу влияет на строение многогранника. Я бы здесь отметил серию работ Хренникова, известного нашего ученого, Андрея Юрьевича. Ну и, наверное, не только его, конечно, здесь. У него были очень серьезные авторы. И вот он развивал так называемый принцип статической стабилизации частот в разных топологиях. На мой взгляд, собственно, когда я доказывал вот эту вот чезарую наследственность, не чезарую наследственность, я сталкивался с такими, с этой вещью. Вроде бы, по центру расходится, но она расходится в действительных числах. Там нет родил и нет. Есть верхний и нижний, они разные. А вот в поэглических числах она восходилась. Ну, в два аглических, например, в двоечном случае. Поэтому вот это замечание, спасибо вам за него. Я считаю его очень важным, очень перспективным и открывающим вообще совершенно неожиданные просторы для дальнейшего. С остальным и замечанием, конечно, согласен. Спасибо. Удавлятором для официального оппонента. Отзывы миссискателя. Спасибо большое, Тайя Довитовна. Большое спасибо. Слово предоставляется третьему оппоненту, доктору физико-математических наук Орлову Юрию Николаевичу. Юрий Николаевич, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие коллеги. Мне надо показать, наверное, документ. Нет, не обязательно. Покажу, ну, как бы коллеги знают, но вот я его показал. Очень осознанно, спасибо, не обязательно. Так, коллеги, я с удовольствием расскажу о своих впечатлениях по диссертации Сергея Юрьевича, потому что, ну, отчасти я ее тоже достаточно давно наблюдаю в развитии, эту диссертацию. И, во-вторых, она достаточно близка мне по направлению исследований. Конечно, здесь уже много говорилось, ну, и очевидно про актуальность этой тематики. И, конечно же, основной результат, как все предыдущие уважаемые оппоненты отмечали, это, безусловно, конструктивный подход с разработкой многогранников, которые отвечают заданному автомату. В этой связи я бы вот с удовольствием хотел бы еще раз подчеркнуть очень тонкий вопрос Ирины Андреевны Кочетковой, который был задан в первой части защиты, ну, обсуждения. Детерминированные и случайные последовательности на входе, так сказать. Есть ли еще что-нибудь другое? И, на мой взгляд, диссертант несколько уклонился от прямого правильного ответа. У диссертанта есть многогранники, которые решают эту задачу. На вход подается, вообще говоря, тонкий момент. Туда подается искаженная последовательность. Она может быть детерминированной с шумом. И в действительности приходится распознавать не какую-то вот последовательность одного из таких вот идеальных классов, либо чисто случайную, либо чисто детерминированную, а некоторую комбинацию, которая требует фильтра. Ну, кто же отфильтрует, так сказать, последовательность со случайным шумом, если мы не знаем, скажем так, спектральных свойств того, что подается на вход. И тут вступают в игру, так сказать, многогранники. Вот относительно многогранников я бы привел еще такую ассоциацию со знаменитыми диаграммами Воронова. Как известно, это множество точек, для которых некоторое заданное является ближайшей. И интересно было бы в данном случае связать, вот, скажем так, многогранники Мельникова на такой предмет. А какие точки, для каких точек многогранники Мельникова были бы диаграммами Воронова? Что это за точки? Как устроено пространство тех точек? Не является ли это пространство чем-то базисным в теории автоматов, вот этих, которые изучаются? Вот, есть ощущение, что здесь достаточно, есть сильное, так сказать, утверждение, вот внутри, скрытое, скрытое сильное утверждение внутри диссертации. Вот, и в этой связи она, безусловно, я бы так сказал, ну, достаточно прорывная вот в этой теории. Конечно, здесь можно много задавать вопросов относительно всяких деталей, связанных с распознаванием языка. Ну, например, какова должна быть вероятность нарушения, значит, символов для того, чтобы, ну, условно говоря, английский текст стал бы вдруг немецким. Насколько это вероятностная конструкция? Или можно ли отделить вероятностное нарушение от целенаправленного, например? Ну, и тут очень было много еще таких вопросов, связанных с тем, что вероятность искажения может быть связана с отдельными буквами, с отдельными символами, с отдельными словами и зависит от них. То есть не просто вероятность П искажения там произвольного символа, а это вероятность, которая является парной функцией. Ну, если, условно говоря, вероятность заменить О на А в русском языке достаточно редко приведет к сильному непониманию текста, то в других языках вероятность изменения одной буквы на другую может изменить, ну, вплоть даже и язык. И если бы рассмотреть, скажем, вероятность искажения пропорциональную или обратно пропорциональную вероятность использования таких символов в языке, то можно было бы построить довольно интересное наблюдение, так сказать, по стилю таких искажений. Ну, и посмотреть, какие искажения вообще бывают. Не целенаправленные, а случайные. Вот. Но это все, как говорится, внешние такие рассуждения относительно широты тематики, которую захватил автор. Поэтому есть вот ряд таких технических, в общем-то, замечаний, которые, по большому счету, совпадают с тем, что говорили уже предыдущие и оппоненты, и замечания, которые были в отзывах. Да, конечно, не все графики диссертации полностью, так сказать, раскрыты по своему содержанию, но соискатель уже, значит, ответил на эти вопросы, и я их повторять не буду. То, что, вот в частности, есть такое еще определенное замечание, что при рассмотрении из аморфизма графа переходов переходных регистров сдвига и регистров там сдвига с внутренним суммированием были наблюдены различные вероятностные свойства у этих автоматов, но как-то это вот осталось просто как определенный опытный факт и без детальных объяснений, почему такое происходит. Но, с другой стороны, вот надо сказать, что существует неликвидное множество комбинаторных проблем, и, в частности, задача об аморфизме графов, строго говоря, не решена. Как по статистике графов определить, изоморфны ли они или нет, вот, как и не решены задачи о, там, максимальном числе ближайших точек в области, ну и так дальше. Вот, то есть, это задачи достаточно сильного класса, вот, и то, что не все они, как говорится, нашли отражение в диссертации, это совершенно закономерно. Поэтому, вот, такие мои замечания, они, безусловно, не снижают впечатление хорошего от диссертации, безусловно, не умаляют важности результатов, результаты, безусловно, неоспоримы. Ну, так что, вот, я завершу такое выступление традиционным, значит, высказыванием относительно того, что диссертационное исследование Сергея Юрьевича Мельникова является законченной научно-квалификационной работой. Совокупность разработанных теоретических положений квалифицируется как научное достижение, состоящее в разработке методов идентификации конечных автоматов, обрабатывающих случайные или псевдослучайные данные. Работа соответствует требованиям, предъявляемым диссертациям на соискание ученой степени доктора физмат-наук. Согласно таким-то разделам положения о присуждении ученых степеней в Российском университете дружбы народов, утвержденном ученым советом РУДН. Автор Мельников Сергей Юрьевич заслуживает присуждение ему ученой степени доктора физмат-наук по специальности теоретические основы информатики 05-13-17, но сейчас, наверное, номер специальности несколько другой, ну вот, в соответствии там с именклатурой, вот, ну вот, по тому номеру, которому отвечает эта специальность. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Юрий Николаевич. Номер не изменился пока, по новому номеру мы будем только следующей осенью защищать. Есть ли вопросы к Юрию Николаевичу? Вопросов нет? Тогда слово для ответа официального оппонента предоставляется все искатели. На вопрос замечание услышать под запись для протокола. Замечание официального оппонента Орлова. Да, да, замечание. Замечание. Спасибо. Итак, основные замечания под запись. Первое замечание. Не дано объяснение тому, почему различаются вероятностные свойства автоматов переходными регистрами сдвига и с регистрами сдвига с внутренним суммированием. вероятностные свойства различаются, но не дано объяснения почему. Второе замечание. Оно такого редакционного плана. В работе используется в одном и том же смысле и контексте термины обобщенные графы де-брейна и редуцированные графы де-брейна. Следовало бы выбрать один термин и его придерживаться. третье замечание. Графики кривых точностей распознавания языка рисунок 5.19 диссертации требовало бы более детальных пояснений. На них соискатель ответ дал, но тем не менее вот такое замечание есть. И в диссертации не было таких четких рекомендаций по использованию предложенных методов для тех или иных классов автоматов. Вот основные замечания, которые есть в моем отзыве. Большое спасибо. Есть ли еще вопросы у Николая Николаевича? Если больше вопросов нет, то слово для официального оппонента предоставляется искать ее? Конечно, я согласен с замечаниями уважаемого Николаевича. И отвечу, наверное, на одно про графы переходов из регистра и регистров внутреннего суммирования. Да, там некоторые ну кламбу, что ли. Графы изоморожные, свойства разные. И ответ здесь очень простой. Графы этих двух автоматов, они заморожны, как непомеченные графы. То есть, как по структуре они заморожны. Соответственно, это приводит к тому, что у этих двух автоматов одинаковый диаметр, одинаковое количество петель, цикла, длины 2. Вообще, циклова, структура ровнях одинаковая. А вот на вот этих если когда эти непомеченные графы помечаются входными и выходными символами, других, что приходит на вход автомат, у него идет на выход, вот это расставляется, это 0-1, вот они как раз расставляются по-разному. Графия обычного регистра двигателя, по-дебринскому графе, они вот так по-дебринскому расставляются, а вот совершенно в том же графе, в той же структуре, вот эти номерных единички на дугах в графе регистра двигателя с внутренним шумированием расставляются по-другому. И вот это вот, несмотря на то, что структура графа совершенно идентичная, различная расстановка меток на его дугах, ну, приводит к значительному расхождению в вероятных свойствах. Наверное, так, по замечанию обобщенный граф Дебрейна и редуцированный, да, используется и то, и другое. Редуцированный граф, мы впервые эти графы придумали с моим соавтором достаточно давно, тогда они, значит, на самом деле, у него там на работе они использовались, эти графы, и они именно возникали в результате редукции. То есть, был какой-то большой граф, там, что-то с ним брезали его как-то, и то, что получалось, вот он назвал редуцированными, ну, и потом мы вместе с ним начали исследовать. А потом выяснилось, что существует англоязычная литература, в которой вот эти графы называются, ну, дженерал есть дебринга. Вот отсюда вот такое некоторое рассогласование. Вот, я ответил на вопросы? Да, конечно. Удоверить официальный оппонент ответов соискателя? Да. Спасибо. Когда слово предоставляется четвертому оппоненту, Кудовкиной Марине Александровне. Уважаемый председатель, член Действительного Инфекционного Совета, позвольте мне тоже кратко высказаться о именно впечатлении, которое у меня сложилось в данной диссертации. Ну, я, называется, присутствовала еще вот первый раз в РУДН года, три года назад, когда Сергей Юрьевич, называется, первый раз представлял здесь вот то, что он получил уже предварительно в рамках диссертационного исследования. Действительно, исследования. Поэтому результат, конечно, за прошедшие два года по сравнению с тем, что было раньше, диссертация приобрела совершенно уже другой вид. Она, когда я ее заслушала во время планирования, предварительно, пригласила Евгения Юрьевича к себе на научный семинар, чтобы он после с этой диссертацией. И у меня, конечно, произвело совершенно иное впечатление, чем года назад. Видно, что была проделана огромнейшая работа. Естественно, заслуга в том числе научного консультанта большая и, думаю, коллектива кафедры. То есть совершенно уже другое впечатление сложилось. Более интересный математический аппарат стал применяться, то есть работа очень сильно выросла. Вот по поводу предложенных методов деметрических, которые здесь многократно упоминали, я прежде всего исследую скорее всего из первого учителя Сергея Юрьевича, в том числе из его кандидатской диссертации, именно это обязанно Никонову и его научной школе. Как раз здесь Никонов называется популяризирует, подгондирует исследования функций, великозначных функций с помощью геметрических методов. И как раз эти геметрические методы, то есть эта база, которая была заложена Сергею Юрьевичу еще во первом, во время его учебы, наверное, в институте, во время работных медитатской диссертации, это все как раз сыграло к тому, что это привело к возникновению понятия многогранника, и которое называется по сути дела на основном основном, исследование которой посвящено данной диссертации. Ну вот, многогранник мы ввели. Что это позволяет сделать? Это позволяет нам в том числе провести классификацию казначных функций, которым посвящена четвертая глава. Но что интересно бы, конечно бы, то, что не хватает диссертации, то есть мы рассматриваем два классических объекта, которые возникают у нас в системах защиты информации, это регистры сдвигов, их различные обобщения регистров сдвигов, это первый объект. Второй объект это наши казначные функции. Казначные функции классификации занимаются в том числе это Васильевич Леоношкена, это в том числе это Никонова. Возникает, что не хватает, это возникнет принадленность того, что как раз по значным функциям, из классификации которых является то, что посвящено диссертации, очень мало диссертации работа места. То есть там реально рассматриваются только линейные функции, а конечно хотелось бы, чтобы дальше продолжил бы исследование и рассмотрел уже и другие интересные в том числе функции, которые используются в инкоприговательских положениях. Поэтому одно из основных замечаний было то, что в своей работе он, называется, автор не провел анализ известных характеристик оболевых функций таких, как коррекционная иммунность, степень нелинейности, линейные характеристики, наличие запретов и так далее, и так далее. А также сразу не показал, что дает какие-то преимущества применения методов мазогранников, как это влияет на известные классифика уже кондиционных результатов получили например это для известных классов в том числе волевых функций, в том числе как это все можно расширить и усилить для то есть что нового дата метод мазогранников. Вот это конечно хотелось в перспективе дальше увидеть, поэтому это замечание в том числе уже эта диссертация. Также во время чтения диссертации что вызвало затруднение ее чтения это небрежное оформление то есть формулы обозначения ну просто это нумерация формулы кое-где пронумерованы кроме где нет называется опущены местами знаки приклинания параметры суммирования суммирования но это все-таки для доктора физико-математических наук можно было бы формулы по вычитать а постараться как-то их провести это некоторые математические культуры это тоже является одним замечанием это небрежность в том числе оформление авторфера даже смотрим здесь у нас присутствуют разные тексты набраны разные шрифтами формулы тоже живут на одной странице тоже живут своей жизнью то есть 12-й шрифт 14-й шрифт но вот эта непрежность конечно привела к затруднению восприятия диссертации и обычно когда мы читаем диссертацию мы начинаем либо хотим одновременно читать учитывать суть и обращая только внимание на эти мелкие проблемы с оформлением они конечно очень снижают от общего впечатления диссертации можно было доработать но это по поводу оценок трудоемых истек уже здесь говорилось и также тоже мое замечание в принципе Сергей Юрьевич уже на него дал ответ так что это основные три замечания по диссертации но несмотря на сказанные измечения несомненно конечно то что Сергей Юрьевич написал хорошую диссертационную работу она является законченной нашей профессиональной работой совокупность разработанных теоретических положений можно профилицировать как научное достижение работа соответствует требованиям предъявляемой диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук согласно пункту 1 раздел 2 положения подсуждения ученых степеней в РОДМ подтвержденного Совета БУДМ и АРАФ проявление по всеке Юрьевич заслуживает подсуждение ученой степени доктора физико-математических наук специальности на 5-11 теоретические основы информатики спасибо за внимание большое спасибо Марина Александровна есть ли вопросы Марине Александровне если вопросов нет то слово для ответа официально оппоненту предоставляется цель скатер я согласен с замечаниями уважаемой Марина Александровна отвечу наверное на одно из них самое существенное это по связи известных характеристик булевых функций перечисленных с классикации получен с помощью многогранников тут нет конечно это заключение совершенно справедливо и более того такая связь есть она есть по крайней мере на каком-то на качественном уровне что ли можно почувствовать например видно что когда у меня был пример в докладе когда функции отличаются инверсией друг от друга их многоугольники схемы регистра ДК они отличаются симметрией относительно горизонтальной оси две булевых функции отличаются инверсией аргументов то есть одна f от x а вторая f от x ну что он плюс один инверсия аргументов тогда их многоугольники симметрично относительно одинаковые но симметрично То есть многоугольники, они выбирают в себя какие-то простые закономерности из булевой алгебры. Да, они отражают. Еще хороший пример, когда у нас булева функция содержит, в ее группе инерции содержится полный цикл, полный цикл один перемен. То есть она, как бы, вариант относительно сдвига переменных по циклу, то тогда многоугольник этой функции достаточно беден, он не может быть каким-то вот таким расколюченным, он не сложнее, чем четырехугольник, то есть какая-то трапеция. Это означает, что вот суть, Марина Александровна, то, что она отразила, она есть, связь между геометрическим свойством многоугольников и какими-то перечисленными свойствами булевых функций. Ну, на самом деле, это крайне сложная связь сделать, и презентация, ну, просто я не касался этого вопроса. С остальными замечаниями, конечно, согласен. Большое спасибо. Удовлетворенный официальный оппонент ответов. Да, спасибо большое. Спасибо. Когда переходим в дискуссию, кто хочет выступить по ее слушанной диссертации? Учеряков Роман Валерьевич, институт проблем управления Российской Академии. Ну, я уже давал отзыв на автореферат, и знаю Сергею Юрьевичу не один десяток лет. За это время он и вырос как в теоретическом плане, так и в практическом. Особшись мы с ним на области обработки речи, текста, голоса и различных последовательностей. И, к сожалению, он сегодня не рассказал практически про свою пятую главу, хотя в автореферате есть и несколько слайд, и было показано о пропускной способности канала связи, которая возможна при передаче различных искаженных текстов. Так вот, я бы хотел продолжить историю, что у нас может использоваться не только алгебра, но и грамматика, которая однозначно может соответствовать входным и выходным последовательностям, а многогранники будут, по сути, формировать эту грамматику, которая определяет язык, в том числе и с искажениями. Поэтому очевидно, что при недоставке информации и при необходимости внесения искажений в существующий текст, в том числе и с использованием сиконографических функций, я считаю, что использование методов, разработанных Сергеем Юрьевичем, могут сформировать некоторую концепцию в дальнейшем для их автоматического, ну или в крайнем случае автоматизированного обнаружения и выявления такого рода недекларируемых возможностей. Это вот... И все-таки хотел бы сориентировать, что все-таки больше у Сергея Юрьевича физико-математической науки, хотя мне было бы привычнее увидеть технические науки, где разрабатываемые методы уже сейчас внедряются. Я думаю, что время методов Сергея Юрьевича, уже сегодня озвучивались, придет через ближайшие 5-10 лет при формировании новых архитектур, в том числе и нераморфных. Поэтому я, уважаемые коллеги, предполагаю принять Сергея Юрьевича как сложившийся доктор физико-математических наук по специальности теоретической и основной информатики. Спасибо. Большое спасибо. Есть ли еще желающие выступить в дискуссии? Дмитрий Сергеевич, позволите, я выступлю, Вайдамака. Дмитрий Сергеевич, меня слышно? Да, слышно. Слушаем вас. Я начну как ученый-секретарь научного международного семинара современной телекоммуникации и математической теории телетрафика, учредителями которого являются 5 научных организаций. Кроме Рудена, это ТУСИ, ИПИРАН 2П имени Харкевича, ТГУ Томский государственный университет и ИПМ имени Келгыша. Вот перед этой серьезной аудиторией соискатель вступал дважды. В декабре 2018 года и в феврале 2021 года, в этом году. Ну и в частности, вот три года назад, когда заседания проходили еще в очном формате, Марина Александровна об этом упомянула, и соискатель получил замечание, точнее пожелание развить результаты, в том числе и от профессора Пудовкина, и от профессора Орлова, которые впоследствии стали аппадентами по его диссертации. Сегодня мы их выступление слышали. Вот такое развитие работа получила. И мы это увидели и на предзащите на международном семинаре в феврале 2021 года. Но главным образом это видно по докладам Сергея Юрьевича на конференциях. И при этом в трех из конференций РУДН является организатором. Поэтому мы видели здесь, в РУДН, как активно в 2020 году Сергей Юрьевич опробировал результаты. Это отражено и в его списке трудов по авторитерации. Но не только по работе на наших конференциях мы знаем Сергея Юрьевича, а еще и потому что работа выполнялась на нашей кафедре, потому что он часто общался с коллегами. Кроме того, Сергей Юрьевич участвовал в мероприятии по профориентации наших студентов и аспирантов. И он рассказывал о перспективных направлениях научных исследований своего предприятия, о лингвистической информационной технологии. Что касается работы, у меня было замечание по формулировке положений, невыносимых на защиту. И в авторитерации они выглядят скорее как научные результаты. Но соискатель в докладе полностью это замечание снял. Работа, несомненно, сильная, интересная. Например, оригинальное использование вероятностных функций и многогранников автоматов в первых главах, перевлечение спектральной теории графов для задачи осознавания в пятой главе. Я буду голосовать за и призываю членов Дестсовета поддержать работу. Спасибо. Большое спасибо. Есть ли еще желающие в дискуссии? Не видно. Если желающих нет, тогда слово для заключительного слова предоставляется соискателю. Уважаемый учредитель, уважаемый член институционного совета. Я благодарю вас за внимание к моей работе и за благотворную дискуссию, и за ценные замечания. Обязательно их учту в своих дальнейших исследованиях, тем более сегодня уже наметились пути этих исследований. Я благодарю сотрудников кафедры дотладной математики и вероятности за оказанную поддержку в течение нескольких лет и за постоянное внимание к моей работе. Особую признательность я высказываю своему научному консультанту Константину Евгеньевичу. Он на протяжении всего этого времени оказывал мне значительную и научную, и организационную помощь. И без его внимания, без его помощи, конечно, сегодня ситуация была бы невозможной. Спасибо вам большое, Константину Евгеньевичу. Закончу благодарностью своей семье, которая обеспечивает мне полную поддержку и надежный пил. Спасибо. Теперь для проведения тайного голосования предлагается избрать счетную комиссию. В следующем составе Гайдамака Юлию Васильевну, Малых Михаил Дмитриевич и Дружинина Ольга Валюкина. Возражений нет? Тогда ставлю на голосование. Открытое голосование у нас проходит следующим образом. Анастасия Вячеславовна зачитывает по очереди список членов, присутствующих на данном заседании. Нужно сказать «да». Да, значит, ставлю на голосование. Пожалуйста, Анастасия Вячеславовна. Себастьян, не могу. Да. 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 Очень плохо слышно, Анастасия Вячеславовна. Если можно, погромче. Бугалюков Александр Николаевич здесь. Ну сейчас, давайте продолжим. Гайдамак Юлия Васильевна. Да. Дружинина Ольга Валентина. Микрофон. Не слышно вас, сколько идти дна. Микрофон. Микрофон. Да. Ваминия Евгения Валентина. Да. Малыш Михайлович. Да. Парлов Юлия Николаевич. Да. Рыбаков Юлия Николаевич. Да, да. Тоже поддерживаю. Иван Иванович Евгений Иванович. Да. И Евгений. Евгений Юрьевич. Да, да. Я поддерживаю. Да, принимается единогласно. Значит, сейчас объявляется перерыв для тайного голосования. Нам должны будут прислать на почту. Уже прислали. А сейчас я не вижу. Прислали, прислали. Сейчас я смотрю. Ссылку. Можно начинать, да, Дмитрий? Да, можно щелкать на ссылку и голосовать. А Борт, да, прислал мне тоже. Всем должно на почту прийти. У меня вопрос. На почту Рудея должна прийти, да? На почту Рудея должна прийти, да. Рудея должна прийти. Ну, я думаю, минут пять на голосование мы будем закладывать. Рудея должна прийти. Чем-то. В общем, в совете по кадровым вопросам надо их сутки голосовать. Ну, вот такая же система. У нас одна и та же система. А здесь надо ждать. Система. Чем-то плохой, да? Открыт плохой? Да, я думаю. Придется ждать, да? нажали ты все вот система у меня уже 100 процентов проголосовавших система показала 5 минут объявили на голосование давайте подойдем когда чертой ты сто процентов голосового отошла перерыв еще не кончился понятно вот да спасибо сейчас давайте подождем когда анастасия вячеславовна придется в течение перерыва озвучен проголосовала или нет медленно и непонятно сработал и честно говоря я нигде да не нажимал нажимал за за они да конечно ждем анастасия вячеслава честно подойдет давайте чуть подойдем ты точно нажимал потому ли это вне нашего не нашей достижимости вся эта система я должен зайти было вот все нормально шпаргалка как-то у меня смутило там такие картинки это сергей николаевич ты просто диссертация планируешь в декабре вот тебе кажется что ты уже за всех проголосованы где разъема сейчас они все накроют ну что там-то стой сейчас давай конечно конечно экран вон какой огромный не я понимаю это шутка да пожалуйста да пожалуйста нет нет не снимай я выключал я выключал сейчас видишь две женщины не подтвердили женщина не все детали отслеживаю немаловажно и для для Продолжение следует... 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 На основании тайного голосования Дмельникова Сергея Юрьевича присуждается ученая степень доктора физико-математических наук по специальности 05.13.17 теоретические основы информатики. Есть ли у присутствующих замечания о проведении заседания? Нет. Нет. Разрешите поздравить Сергея Юрьевича с известной защитой диссертации. Поведка дня текущее заседание исчерпана. Я выключаю запись данного заседания и объявляю перерыв. Спасибо.